МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правительство Великобритании чистосердечно признаёт, на острове эпидемия коровьего губчатого энцефалита. Оказывается, эта болезнь, коровье бешенство, может через мясо передаваться людям, вызывая у них неизлечимую болезнь мозга. Европа в страшной панике. Запрет на поставки английской говядины вводят все страны экономического сообщества. Во Франции вдвое дешевеет вообще любая говядина. В Италии её продажа сокращается на треть, в Германии – на две трети. В самой Англии, где от заразы умерло 8 человек, говядина дешевеет в 4 раза, свинина и баранина дорожают в 3. Список жертв множится. Мгновенное разорение доводит до самоубийства 27 британских фермеров. Создается специальная служба психологической помощи отчаявшимся животноводам. Власти России опровергают предположение, что подешевевшее английское мясо, которое не едят в Европе, теперь везут к нам. Наши медики обнаружили опасный вирус ещё 6 лет назад при поставке гуманитарной помощи, и ввоз английской говядины в Россию ещё тогда был запрещён. В ресторанных меню, правда, указывают – мясо отечественное или новозеландское. Правительство Великобритании решается на крайнюю меру – забить всех бурёнок страны 11 миллионов, а туши сжечь. Но, оказывается, достаточно уничтожить коров, которые старше 2,5 лет. Это 40% поголовья. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова